Иранские фрукты и специи могут заменить на российском рынке продукты из Турции, запрет на торговлю с которой действует с начала этого года. Прямые поставки иранской сельхозпродукции ждут и на Южном Урале. Соглашение об увеличении ввоза апельсинов, мандаринов и специй подписало областное министерство сельского хозяйства. Подробнее об этом мы поговорим с нашим экспертом, заместителем министром Александром Раевским. Александр Алексеевич, как давно Южный Урал и Иран установили деловые связи? Сотрудничество Челябинской области с Исламской республикой Иран началось с конца 2014 года, когда первые представители этой республики приехали в Челябинскую область. Еще не были отменены в отношении Ирана международные санкции, поэтому представители иранской стороны очень активно искали сотрудничество с теми странами, которые, будем говорить так, оказывали всегда поддержку Ирану в его противостоянии с Западом. Предложения были, прежде всего, направлены на поставку иранской продукции с хозяйственного назначения в торговые сети Челябинской области. И сеть магазинов «Процпект» уже с начала 2015 года начала реализовывать через свои магазины иранские финики. Были контакты с нашими молокоперерабатывающими предприятиями о поставке иранского сухого молока. А в каких объемах поставлялись на Южный Урал фрукты и овощи? В финики, они присутствуют в торговой сети. Изюм 11 тонн в течение 2015 года, а сухое молоко потребность до 4 тонн в год. Александр Алексеевич, если будут достигнуты договоренности, то какие еще иранские продукты смогут попробовать южноуральцы? Это яблоки, цитрусовые, это, естественно, специи. То есть именно то, что на сегодняшний день и поставлялась, допустим, в Турецкой республике. Мы можем рассчитывать на поставку того же самого молока, если будет выстроена логистическая цепочка, которая, я еще раз говорю, в связи с действием до определенного момента международных санкций, была достаточно сложной. Вот эти переговоры как раз и направлены на выяснение, во-первых, всего спектра тех возможных товаров, которые могут появиться на прилавках челябинских магазинов, а с другой стороны и уточнение сложностей или, наоборот, снятие этих сложностей и ограничений, которые действовали до недавнего времени. А что Вы можете сказать о качестве иранских фруктов и специй? Качество иранской продукции очень высокое. Я могу сослаться только на вот две позиции, которые тестировались здесь, на территории Челябинской области. Это финики и это сухое молоко. По своим качествам сухое молоко, произведенное в Иране, превосходит аналоги, которые предлагались европейскими государствами. Ну и когда мы можем ожидать первую поставку продуктов из Ирана? Ну о сроках пока говорить возможности нет, потому что переговоры ведутся. Когда переговоры закончатся и делегация вернется в Челябинск, можно будет уже озвучить о конкретных сроках реализации этих намерений. Спасибо. Я напомню, что мы говорили о поставках в Челябинскую область фруктов из Ирана. На связи со студией был заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Араевский. Продолжение следует...